Конечно, учебно-тренировочным сбором я, конечно, осталась недовольна. Не в том смысле, что девочки не старались, не работали, а в том, что получилось так, что чемпионат проходит женский. И игроков очень сложно было собрать. Но мы наконец-то собрали. Времени очень мало на подготовку. Поэтому мы провели вчера игру с юношами, чтобы хотя бы увидеть то, над чем мы работали, хотя бы наш результат работы. Сначала, конечно, девушки испугались, что юноши все-таки выше, быстрее. Значит, первые минуты как-то была равная игра, потом был провал. И то, что порадовало, что все-таки вторую половину, это их четвертую десятиминутку мы выиграли. Выиграли за счет чего? За счет того, что они брели немножко уверенность, крайне нападающие. И было очень много контратак результативных, появились трехочковые броски. Я думаю, что если бы у нас было больше спаррингов и больше возможностей проверить себя, конечно, может быть, игра бы сложилась по-другому. Вторая уже. Ну вот вы говорите о составе, кстати говоря, о Жазаруновой. Приехала она, вы говорили, что переговоры вели. Приехала, не приехала. И по какой причине? Ну, причина... Дело в том, что она мне обещала позвонить. У нас был предварительный разговор перед сбором. Она обещала мне позвонить. У нас был разговор о том, что она поедет в Литву. И после этого с нами на чемпионат Европы. Ну, пока звонка нет. Значит, ну, не знаю, как сказать. Все-таки я надеюсь, что все-таки она будет в команде, потому что я на нее рассчитываю, рассчитываю девочки. В каком состоянии сейчас девушки, которые позже на сбор подъехали? Дело в том, что не только девушки, которые позже. Позже, которые приехали, видно травмы, которые за целый год накопились. Не дают возможности в полную силу тренироваться. Сегодня, если вы заметили, Дорогобузова, Мазниченко тренировку практически наблюдали со стороны. Есть травмы после сезона у Самбурской. Ну, небольшие, но все равно они очень такие существенные. Есть у других игроков. Ну, нельзя сказать, что травма такая, что надо восстанавливаться долго. Но все равно как-то хочется, чтобы проходил и тренировочный процесс, и их восстановление после сезона как-то более, не знаю даже, как вам сказать, но чтобы это проходило и с нашей стороны, и со стороны врача, чтобы мы вместе принимали правильное решение, чтобы не перегрузить девочек. Все-таки конец сезона. Хотелось бы, чтобы они были в нормальной форме. Хорошо. А какие планы сейчас с натурной Польшей и Лития? Ну, в Польше мы играем контрольные игры с командой сборной Польши. Такие задачи. Задачи, конечно, в первую очередь просмотреть еще раз состав, потому что много молодых девушек, ну, прибывших в команду, и хотелось посмотреть на них в разных ситуациях. И, допустим, когда сложная очко в очко игра идет, ну, по игре, как они себя проявят. Конечно же, все-таки хочется, что и по защите. Очень-очень много всяких моментов, которые нужно дорабатывать. Ну, будем все пытаться это сделать. У нас время ограничено максимально. Мы с тренерским составом работаем. Можно сказать, что все время. И пытаемся найти то самое оптимальное, которое может подойти для этой команды. С Литвы, да, возвращаетесь в Украину. Там несколько дней будет до отъезда в Ленгрию. Какие у вас будут здесь планы? 30-го числа мы прилетаем в Киев. У нас получится два тренировочных дня. Это первое и второе. Это разбор игр, которые у нас были и в Польше. В основном в Литве, потому что в Польше мы разберем. Те игры, которые были в Польше, мы их в Литве разберем. И уже там один-два дня, и мы вылетаем 2-го числа в Венгрию. Спасибо.